Полезный подарок. В Запорожье для тяжелобольных детей волонтеры создали необычную книгу. Сборник называется «Все будет хорошо». В нем 200 страниц и 60 историй о доброте, любви и силе духа. С этой книжкой активисты ездят в больницы и дома-интернаты. Подробности в сюжете Марьяны Сарапий. Мы находимся в Запорожском доме-интернате для мальчиков с особенными потребностями. Здесь живут и учатся 138 воспитанников. С самого утра к воспитанникам интерната приехали в гости запорожские волонтеры. И не с пустыми руками. Привезли с собой сладости и вот такой сборник сказок. Это необычная книга. Она создана для того, чтобы помочь тяжелобольным детям поверить в себя и научиться бороться с трудностями. В издании все истории со счастливым концом. Идея создать такую книгу принадлежит жительнице Запорожья Анжелике Ильговой. Началось все с того, что моя подруга по фейсбук попросила написать дидактическую сказку для деток, чтобы поднять боевой дух. А непосредственно вот эта девочка, которая попросила, она работает в онкодиспансере. И когда мы пустили клич по соцсетям, различные люди из разных городов и областей начали присылать истории. Поскорее услышать истории из новой книжки мечтает и Сергей Мартьянов. Читать ему очень нравится. Люблю. Я читать могу все. Буквари, книги могу читать. И сказки могу читать. Детский дом-интернат на Великом Лугу – второе учреждение, которому волонтеры передали сборник сказок. Кроме полезного подарка, активисты подготовили для ребят небольшую развлекательную программу. Сказка – это, конечно, незаменимая книга, которая нужна каждому ребенку в жизни. Потому что она всегда учит любви, доброте, сочувствию. То, что мы и делаем, и проводим определенную работу и в стенах нашего детского дома. Активисты обещают, будут и дальше передавать в больницы, детдома и интернаты книжку. Хотят, чтобы как можно больше юных запорожцев поверили в добро и чудо. Марьяна Сарапей, Дмитрий Пришелец, телеканал МТМ.